Жена госпитализированного фигуриста Костомарова рассказала о его состоянии. Жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Дамнина рассказала РИА новости о его состоянии. Она сообщила, что после госпитализации ее супруг по-прежнему находится в тяжелом состоянии, он в тяжелом состоянии, пока улучшений нет, но и ухудшений таких, как пишут, Т. Вяльбе мне говорит, мол, извини, парень, ты лошара. А сборную в попу целую, российский лыжник. Российский лыжник Алексей Шемякин дал эмоциональное интервью, сэ, в котором не согласился с лишением его медали в раздельной гонке свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка России в Сыктывкаре. Пресняков вычеркнул из своей жизни сына Арбакайте. Никита Пресняков сбежал из России под конец минувшего года. Артист перебрался в США. В Грузии умер известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Артисту было 84 года. Муж Инны Чуряковой впервые высказался о смерти супруги. О смерти народной артистки СССР Инны Чуряковой впервые высказался ее супруг, режиссер Глеб Панфилов. Его цитирует KP, RU, вот так вышло. Никто не ожидал, не сыпьте соль на рану. Очень-очень больно, нет сил это больше выносить, заявил Панфилов в беседе с Жур. В Непале разбился пассажирский самолет с россиянами на борту. По предварительным данным, никто из 68 пассажиров и 4 членов экипажа не выжил. Сын Стрельцова, Дзюба, не очень хороший человек. Он не нужен, торпеда. Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артемом, Дзюбой, торпеда. СМИ, бюджет за коллиста протокол составил 162 миллиона долларов США, игра не оправдала ожиданий по продажам. Если до релиза ожидалось, что хоррор преодолеет отметку в 5 миллионов копий, то теперь хорошо, если за год тираж достигнет хотя бы 2 миллиона копий. За коллиста протокол уже называют финансовым провалом. Арестович заявил, что ракету, попавшую в дом в Днепре, сбило ПВО Украины. Мэр Днепра попросил СБУ проверить его слова. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ракету, которая попала в девятиэтажный жилой дом в Днепре, сбили украинские силы ПВО. Об этом он сообщил вечером 14 января в эфире YouTube-программы Марка Фейгина. Видео высказывания Арестовича РАЗ. До встречи.